Освобождая родные земли от армянских оккупантов, солдаты национальной армии стали свидетелями ужасающей картины. Агрессор, вопреки всем общечеловеческим нормам, посягнул на самое святое. Осквернил религиозные памятники азербайджанского народа. Сельским жителям хорошо известно это место. Это мечеть села Мермер у Бадлинского района. Смотрите, армяне держали в мечети свиней. На протяжении почти трех десятков лет Азербайджан неоднократно сталкивался с фактами армянского вандализма. Налицо разрушенные памятники истории и культуры, кладбища, святыни. Осквернять, оскорблять, уничтожать – это национальная черта противника, считает заместитель директора Института истории Национальной академии наук Азербайджана Джабиб Ахрамов. То, что касается того, что они вот в Агдамском мечети, в Шуше, значит, в отдельных селениях Джабраевского района, Кубадлинского района, Зенгеландского района, Они превратили этих мечетей для, значит, содержания свиней, превратили в свинар. Значит, это говорит о том, что у них культура на уровне свинства. По-другому называть невозможно. Осуждают армянский террор в отношении архитектурных и религиозных памятников и представителей различных конфессий. Это вандализм. Самый настоящий вандализм. Так поступали дикие язычники, когда захватывали Рим, уничтожали храмы, разбивали, превращали храмы неизвестного что. Как можно? Хорошо, пусть вы иной веры. Допустим, хорошо, вы христиане, мусульмане, но для мусульман это дом Божий. Зачем оскорблять их чувства? Для чего унижать их, делать нечистое животное, свинью, заводить в мечети, делать там свинарник? А потом это исторические памятники. Мы здесь, в Азербайджане, храним наследие армян. Их древние рукописи сохраняем, их храмы сохраняем. Мы храним их наследие. А как поступает с нашим наследием? Азербайджан – мультикультуральная страна, где представители различных народов и религий веками мирно сосуществуют. На территории страны наряду с мечетями действуют церкви, храмы, синагоги. Вот мы, горские евреи, более 20 веков на этой территории. И вы представьте себе, что мы всегда благодарны своим предкам в том, что они для нас нашли вот такую благодатную страну, которая на сегодняшний день наш родной край, наша Родина. Мы за эти более 20 веков не теряли ничего из тех традиций, которые веками мы сохранили. Наоборот, их приумножили. Вот мы стоим сейчас в новом синагоге, который построен нашим господином президентом на финансовой, полной финансовой поддержкой господина президента и подарено горским евреям. Это в стране, где 96% населения проповедует ислама. Мы все разные и по вероисповеданию, и по национальности, но тем не менее мы все любим свою Родину, мы любим свою землю. Когда больно азербайджанскому народу, я уверен, больно и лезгинам, и татарам, и нам, русским, и белорусам, и украинам, всем, потому что мы единый народ. Для нас эта земля благословенная. Я знаю, что даже многие западные демократические страны готовы поучиться у Азербайджана мультикультурализму и толерантности. За все эти годы в Азербайджане не было ни одного межнационального или межрелигиозного конфликта. Уничтожение Армении и азербайджанских исторических памятников прямо противоречит требованиям Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Европейской конвенции 1992 года об охране археологического наследия, а также конвенции ЮНЕСКО 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия. Армянский вандализм вызывает не только ужас, но и презрение. Азербайджан призывает международное сообщество осудить и привлечь к ответственности агрессора.